привет всем приветствую вас на моей кухне и сегодня у меня прекрасный замечательный день сегодня 24 марта 2021 года я получил американское гражданство сегодня у меня была церемония экзамен и сегодня я бы отмечаю и сегодня именно сегодня я хочу посадить дерево всегда же говорят нужно делать общественные дела дела которые приносят пользу обществу дерево которое хочу посадить называется миндаль миндаль такой так он выглядит почему я хочу посадить если честно никогда раньше не думала садить миндаль потому что мы в наши дети используем миндаль как молоко как можем делать йогурт и можем делать какие-то соусы то есть у нас она как бы одно из основных источников протеина белков питательных веществ но прежде чем есть их мы их вымачиваем оживляем вот мы вымачиваем течение суток в воде промываем 2-3 раза и потом мы их используем уже в таком мягком формате они уже более мягкие то есть вымыты фитиковая кислота который препятствует сасывания определенных витаминов минералов организме и они уже приобрели жизнь что значит приобрели жизнь то есть они уже готовы к жизни так вот посмотреть поближе вот с левой стороны справа наверно от вас да это миндаль сухой обычной в спящем состоянии и миндаль справа с левой стороны с левой стороны миндаль это уже активированный который пролежал 24 часа в воде примерно и он как бы такой набухший своего рода поближе будет лучше видно вот который который улетел который сухой и который уже вымоченный плохо видно то есть высушен он такой маленький и который вымоченный они он такой по надутье и по вкусу он конечно как будто как сыроватый сырой раз вода внутри да после такого состояния эти орехи начинают как правило расти я уехала в поездку в феврале месяце январь-февраль и оставила у меня кое-какие орехи дома остались вымочены что интересно что случилось некоторые испортились а некоторые стали прорастать ой чушь я с ними буду делать никогда в жизни не садила никак не ничего такого и у меня из миндаля вот из такого миндаля вымочена начали расти вот такие проростки они так выглядят и они все растут растут я только меняю водичку добавляю водичку они растут и растут и растут не буду же их выкидывать да такие красивые наливные мы решили перед домом посадить одно из этих деревьев я посмотрела в интернете какого они размера они небольшие размеры кустарники вырастают думаю почему не посадить на миндальное дерево перед самым домом вот такие два некоторые стали прорастать я их выкину уже не начали портиться а вот эти прямо набрали силу и в холодильнике они уже давали расти к моему приезду надо же какая красота со мной такого никогда не происходило то есть говорит о том что наши орехи качественные живые которые мы употребляем и они содержат все ферменты энзимы которые нам помогают пищеварению вот такая красота у меня выросла вот я покажу поближе вот это миндаль на самом деле это обычный миндаль если вы так еще покажу поближе он раздвоился как бы до своего рода раздвоился из него начал расти вот такое деревце пока не росли я не было принимать решение купить землю то есть надо было купить им землю чтобы их посадить хотя бы дома начать немножко выращивать посмотрела вчера в интернете как садить миндаль на дерево принципе не так сложно и я купила экологическую землю я особо не садовод но посмотрела в интернете изучила землю водит это органическая вроде выглядит так ничего с червячками со всеми написано было что она с экстратов с альфа альфа там какие-то у них пи печь вот они соблюдают и ну короче наверняка не делали хорошо я об этом еще не знаток я питание больше нежели как вот эта вся земля формируется я не совсем знаю думаю буду как иметь тоже однажды изучать я купила землю как я сказала я уже засыпала их два горшка приготовила красивые горшки которые валялись у меня в гараже без дела и я сумма теперь хочу засадить вот эти семена и вот у нас два таких два таких прекрасных миндаля миндаля которые были сперва вот в сухом состоянии и потом вымочена и они у меня пролежали в холодильнике начали процветать в самом холодильнике это что-то невероятное конечно когда я ростки уже увидела я их ну кусочек там такой вот корешок вот этот появился хвостик белый вот этот внизу когда появился я их оставила в тарелочке но уже зелень начала появляться при комнатной температуре вот такой чудо чудо-юду меня выросла теперь я не знаю как это точно четко делать но я попробую сделаем дырочку засадим наш миндаль так чтобы растение уже у нас красиво росло посадила теперь другой так сделаем садите никогда не садила но результат потом покажу как вырастет так полагаю что это у него витамины минералы вот здесь все их надо беречь мы их вот так сделаем теперь мы нальем воду чтобы они хорошо росли так и сюда тоже потом когда они подрастут побольше я их высажу перед домом а пока под присмотром моих глаз два деревца будут расти домашних условиях ну вот и все я сделала полезное дело посадила два дерева сама вам желаю того же чтобы тоже когда не посадили эти деревья все же они дают нам вкусняшку далее что такое миндаль миндаль это комплекс всех аминокислот которые строят наши протеины наши белки и наши мышцы да поэтому сегодня я хочу еще показать что можно сделать из этого вымоченного миндаля буквально за секунду чем у меня уже полбанки нет я сделала соус ромеску сейчас я сделаю молочко и хочу вам показать как это делается и мы сюда добавляем водички примерно я думаю 100 если 1 3 орехов то три четвертых надо молока то есть таких 4 стакана три стакана три стакана пошла за водой наша водичка и мы добавим то есть три раза больше примерно в 3-4 раза больше воды вот у нас сделано теперь это ставим на блендер ну вот и все буквально 20 30 40 секунд и молочко наше готово теперь нам его нужно процедить через мешочек мы процедим молочко вот оно получилось такое красивое процеживаем молочко через мешочек лучше в перчаточках процеживаем само молочко нас уже льется вот такой жирненькая сочная которая не ворует ни витамины ни минералы а наоборот пополняет наш запас строит кости коллаген в организме эластичность без проблем так молочка у нас вытекает этот жмых не выбрасываем потом это жмых можно сделать с медом чуть солью и ванией у вас такой получится как-то на мазочка на мазочкой к чаю также тоже их можно добавлять в кашки можете добавлять салатики не выбрасывать если у вас органические орехи особенно у меня органические что они даже растут в холодильнике и живые то есть жмых жмых вот он такой остается его и немного в принципе всю водичку мы слили в принципе вот все вот столько осталось жмыха мы из него чем-нибудь потом все равно сделаем наше молочко вот такое молочко сейчас мы его нальем в банку и мы можем такое молоко пить два три дня не больше ну вот наше молочко готово сладенькое приятного аппетита из молочка потом можно делать различные коктейли добавлять куда вы хотите а теперь наше молочко поставим холодильник а теперь из жмыха что можно вообще приготовить жмых я закидываю сюда остатки жмыха и вот они у нас такие красивые и теперь можно сделать помадку помадку немножко гималайской соли немножко свежей ванили но и ваниль по ней вот пахнет супер они даже чуть побольше и на ваш это может быть это может быть сироп агавы это может быть сироп топинамбура на ваше усмотрение добавим туда медико в принципе все еще я бы добавился чуть-чуть водички оно размешалось полегче потом складываем красивую стеклянную баночку и используем как помадку на ваш любимый хлебушек на ваши хлебцы или просто на кусочек сочного яблока или кусок сочной груши сверху можно посыпать когда намажете можно посыпать этим синамоном по-русски называется корица разрезаем яблочко на кусочки намазываем можно сверху посыпать корицей корица выглядит вот так корица порошочек и сверху можно посыпать вот в принципе и все наше блюдо готово готово